Всем привет! Продолжаем гулять по арт-пространству Иракта. Был на выставке Андрея Асташова. Она называется «Форма памяти». Андрей Асташов родился в Гродненской области Белоруссии. Художник, скульптор, член Белорусского союза художников, работает в «Камне» и «Броносе». Занимается также рисункой, графикой, автор художественных плакатов, различных буклетов. Огромное количество у человека выставок, дипломы, наград. Я не буду перечислять все выставки, потому что нет смысла как дипломы. Надо сказать, что он был преподавателем скульптуры и композиций в Минском художественном училище имени Глебова. Также он член Белорусского союза художников, преподаватель рисунка на отделении архитектурного дизайна в Государственном институте социальных технологий при Белорусском госуниверситете. Член бюро секции скульптуры Белорусского союза художников. Ну, такой достаточно серьезный, взрослый человек. А родился он в 1970 году, то есть человек уже такой достаточно зрелый, 48 лет это серьезно. Тем более для художника, который постоянно занимается скульптурами и вообще для художника. И его работы, конечно, мне очень понравились. Они, ну, не просто как мне показалось, они просто красивые, да и все. Здесь можно найти произведения, вдохновленные давним интересом мастера к восточной культуре и феноменов его формирования, мифов. Автор исследует механизмы мифотворчества, обращаясь к коллективной памяти, взлетающей в его произведениях материальное воплощение. И так написано в анонсе, вот, не только в анонсе, я зашел просто на его страничку в фейсбуке. Причудливые бронзовые скульптуры наиболее ярко демонстрируют индивидуальный стиль мастера. Высочайшая степень детализации и тщательно проработанные бронзовые поверхности мгновенно переносят зрителя в причудливый мир, в котором вымысел искусно переплетается с реальностью. А навеянные культурой Востока образы переплетаются с сюжетами, заимствованные в античной мифологии. Вот как говорит художник. Раньше человек, услышав журчание ручья, думал, что это не вода, а нимфа стоит там и на ветерок дует. Он намекает на то, что несмотря на прагматичность эпохи, современный человек все еще нуждается в сладостном обмане, объясняющем явления окружающего мира. Так написано в анонсе на странице Сташова в фейсбуке. Надо еще сказать, что ежегодно по всему миру открывается несколько выставочных проектов мастеров. Такая у него целая группа единомышленников. Вот, к примеру, в Шанхае на крупнейшем мировой выставке Shanghai Art Fair 2018 года с большим успехом составилось открытие персонального стенда художника, скульптора Андрея Сташова. На выставке были представлены более 30 работ мастера. Его произведения хранятся в Государственном русском музее, Национальном художественном музее Белоруссии и многочисленных частных собраниях, как в России, так в Америке и Европе. Ну, вот, собственно говоря, и все. Очень интересная работа, мне понравились. Просто несколько месяцев назад были работы Сальвадора Дали. Я показывал их тоже в маленьком сюжете. И, знаете, что-то такое вот близкое есть. Я даже не могу это объяснить. Ну, вот, кто был на выставке скульптуры Сальвадора Дали, наверное, меня поймут. Что-то такое есть. Ну, вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам сказать. Вот такая выставка. Она до сих пор идет в Ирарте. Выставка белорусского скульптора Андрея Сташова. Рекомендую сходить на Васильевском острове. Все. Всем пока. Всем привет. До свидания. Пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok